Значит, смотрите, везде нет ни галочки, ни черточки, везде нет. В южной поликлинике поселка Дрожжино сегодня людно. Но не пациенты пришли сюда, а те, кто хочет сдать кровь. Егор Горбушин является донором с 2018 года. До этого сдавал кровь уже шесть раз. Егор работает преподавателем начальных классов во второй бутовской школе. Кстати, ни коллеги, ни ученики не знают, что он донор. Да и сам Егор на вопрос, почему решил стать донором, отвечает без пафоса. Я не задумывался особо. Просто была возможность сдать кровь, и почему бы и нет. Существуют ли какие-то ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекцией? По заверениям врачей, наличие антител в крови на процесс сдачи крови не влияет. Но в зависимости от тяжести перенесенного заболевания, некоторые условия все же необходимо соблюдать. Если человек переболел пневмонией, то он не допускается к сдаче крови в течение четырех месяцев. Если в простой форме, как КОВРВИ, то через месяц. А прививка, если? Человек привился, например. Если человек привился и есть у него антитела, единственным ограничением для этого является только время от момента последней вакцинации. Должен пройти месяц. У Айны Магомедовой редкая группа крови, четвертая – отрицательная. В Южную поликлинику на день донора приходят уже во второй раз. Для нее спасение жизни не абстрактная словесная конструкция, а часть собственного опыта. До этого я сдавала несколько лет назад для ребенка. Мне звонили из донорской службы по поводу крови. Был больной ребенок и знали, что у меня отрицательная кровь. И приглашали, чтобы я сдала конкретно для этого ребенка кровь. Тренер подзюдо Гаджимурад Гаджимурадов – человек в округе известный депутат Совета депутатов Ленинского округа. Он тоже донор с 20-летним стажем и отмечает, что условия, в которых идет сдача крови, становятся все лучше. Доброжелательные отношения. Меня порадовало то, что люди приходят сюда тоже сдавать кровь. Я в этой больнице первый раз сдаю. До этого сдавал кровь. Папа – почетный донор. Тем временем у стола врача разгорается небольшой скандал. Если я донор, как это первичный, не первичный. Первый раз, если я бы уже 40 лет не сдавала. А если я год назад сдавала, потом бы не сдавалась с этой короной. Светлана Николаевна Лобачева работает в Южной поликлинике рентген-лаборантом. Ей больше 60 лет, из них 40, она сдает кровь. Но в этот раз ей отказали по причине возраста. Точнее, попытались отказать. Я же донор. И тогда вот она позвонила доктор другому заведующему, видимо, и решили этот вопрос, что очень хочет. Да, хочу. Поэтому я все время сдаю в Ленинский проспект или в Царицыно. А сюда второй раз прихожу, меня опять не берут. Но сегодня я добилась своего. Главный редактор телеканала «Видное ТВ» Татьяна Брылова также решила посетить Южную поликлинику, где мы ее неожиданно встретили. Она рассказала, что начиналось все в виде приключения, как говорится, за компанию, а стала важной частью жизни. Я не первый раз кровь сдаю, я начала еще сдавать лет 17, с 18, когда в институте училась. Тогда это было вообще замечательно, потому что можно было получить трехдневное питание в столовой. В 90-е годы это очень ценно было. Сейчас это, наверное, просто понимаешь, что это нужно людям. У этих людей разные профессии, разные взгляды на жизнь, но объединяет их одно – желание помочь. И реализация этого желания и есть главная их награда. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.